К нам подключается Гамид. Гамидов, медиадиректор Global Media Group. Здравствуйте, Гамид. Добрый день. Ну что ж, вчера притворилась в жизнь мечта азербайджанского народа. Мы в целом жили этим на протяжении десятилетий. В освобожденном Ханкенде глава государства поднял флаг Азербайджана. То есть это действительно были очень счастливые такие исторические моменты и вот эти дни. Мы знаем, что этому предшествовали, конечно же, годы, годы усердного, упорного труда нашего главы государства, президента Ильхама Алиева. Вот в целом, что можно сказать о том, что сделал Азербайджан за это время? Ну, в первую очередь, я хотел бы всех вас поздравить с этим знаменательным событием, потому что это действительно историческое событие, это история. Я думаю, что, возможно, многие еще до конца не понимают, насколько это серьезное, историческое, значимое событие, которое обязательно войдет, я думаю, в учебники истории, как минимум, школьные точно. Что этому предшествовало? Ну, в первую очередь, то, что азербайджанский народ не сломился. Уступив первой Карабахской войне, мы, тем не менее, продолжили поступательно наращивать свой потенциал, свою военную мощь, свой экономический потенциал. Мы готовились планомерно к тому, что эти земли обязательно вернутся настоящему хозяину, лону Азербайджану. Поэтому это в первую очередь нужно подчеркнуть, что и весь азербайджанский народ, и руководство, и в лице Гейдара Алиева, и в лице Ильхама Алиева, мы все планомерно делали все для того, чтобы приблизить этот миг, приблизить этот день. И вот вчера мы, наконец, стали свидетелями этого поистине грандиозного исторического события. Вот смотрите, опять же, некоторые страны все равно продолжают достаточно враждебную политику в отношении Азербайджана. И, как отметил глава государства, в целом за 30 лет ничего не изменилось по этому поводу. Но изменился Азербайджан. 30 лет назад, когда мы, к сожалению, временно потеряли контроль над частью территории Азербайджана, случилось это, во-первых, потому что мы действительно были одни, весь мир был против нас. Естественно, это не объективно, но это было. И в результате случилось то, что случилось. Потом, через некоторое время, слава богу, власть меняется, к власти приходит Гейдар Алиев. В дальнейшем мы наблюдаем стабильность, внутриполитическую стабильность, экономический рост, наращивание военной мощи. Потом президентом становится Ильхам Алиев, и это поступательное движение, оно продолжается. Что мы заметили? Во-первых, еще раз говорю, веру. Веру в то, что эти земли, они по-любому вернутся, это наши земли. Единение, сплоченность. Единение народа мы лишний раз увидели в 2020 году. Мы с вами увидели, что такое азербайджанский народ, насколько он един, насколько он готов пожертвовать собой, что каждый был готов пожертвовать, каждый рвался на войну, каждый хотел биться с врагом. Это очень важно. В современном мире, особенно в 21 веке, такое рвение вообще мало где можно увидеть. Мало какой народ это проявляет. У нас не было, и президент это подчеркивал неоднократно, ни одного человека, который бы уклонился от того, чтобы пойти на фронт. Наоборот, у нас было огромное количество людей, которых не брали, потому что не было необходимости, но которые хотели оказаться на войне, на фронте, биться за свою страну, за свои земли. Поэтому за это время, если задавать, что изменилось, изменилось все. Мы как народ изменились, мы сформировались все это время и окончательно сформировались. Мы выросли и в плане сознания, и в плане как республика. И на сегодняшний день мы, да, 30 лет назад было то же самое, что и сейчас. Да, 30 лет назад мы очень сильно зависели от тех медиаторов, от международных игроков, которые в том числе имеют интересы в этом регионе, от наших соседей, от тех, кто не граничит с нами, но имеет свои интересы и влияет на регион. Мы очень сильно от этого зависели. Сегодня мы самодостаточное, сильное государство, которое не зависит от чужого мнения. И прекрасно понимая, на чьей стороне закон, справедливость, моральное право, мы действуем в соответствии с этими принципами. Нам все равно, кто что скажет. Потому что мы прекрасно знаем, что мы правы. Мы прекрасно знаем, что мы должны вернуть. Мы вернули, мы три года назад вернули, мы выиграли эту войну. И вчера мы абсолютно закончили, закольцевали, так сказать, установление флагов на всей территории Азербайджана. Теперь в Азербайджане нет ни одного города, где бы не развивался азербайджанский флаг. И это очень важно, это очень знаменательное событие, это очень знаменательная дата. Я даже думаю, что 15 октября претендует на то, чтобы в будущем не только войти в учебники, но и стать настоящим официальной какой-то праздничной датой. Потому что это очень важно. Я уверен, что со временем люди поймут, насколько это значимое событие. Так что мы теперь другие. Мы выросли, мы независимы от чужого мнения, мы твердо стоим на ногах. Поэтому мы делаем то, что считаем нужным в хорошем смысле этого слова. Спасибо, спасибо большое за ваш комментарий. Мы действительно стали свидетелями этих исторических перемен. Я благодарю за ваш комментарий. Я напомню, к нам подключался Гамид Гамидов, медиадиректор Global Media Group. Спасибо. 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 Спасибо.